В Японии заработал умный ЖД-вокзал, языковой барьер больше не помеха. Цифровой рубль скоро войдет в оборот. Центральный банк представил логотип новой электронной валюты. С помощью специального гаджета воду можно пить даже из лужи. На японских вокзалах установили умные экраны. Они расположены около окон обслуживания между регистратором и пассажиром. Их главная задача моментально переводить диалог между людьми. Так что теперь, если человек не знает японский, он все равно сможет понять то, что ему говорит сотрудник вокзала. Речь переводится в режиме онлайн и выводит текстовый перевод прямо на экран. Внешне это похоже на переписку в мессенджере. Местная технология называется VoiceBiz. Она поддерживает 12 языков, включая английский, японский, вьетнамский, португальский и испанский. За распознавание речи отвечает встроенная нейросеть. Сообщается, что данный метод позволяет разговаривать, одновременно наблюдая за выражением лица и жестами туристов. Экран прозрачный, так что мешать видеть друг друга не будет. Его размеры 40 на 70 сантиметров. В Японии считают, что эта технология позволит туристам чувствовать себя комфортно и в безопасности. Например, гость может уточнить стоимость билета или узнать, как пройти куда-либо. Пока что умные экраны есть в некоторых ЖД-вокзалах Токио. Если в ближайшие три месяца VoiceBiz покажет себя с лучшей стороны, система будет внедрена повсеместно до конца этого года. Пользователи интернета новинку оценили и теперь мечтают, чтобы что-то подобное появилось во всех крупных аэропортах мира. Чтобы языковой барьер больше не был преградой в общении. С 1 августа вступил в силу закон о цифровом рубле. Это третья валюта в стране, наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Банк России официально представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в красно-белой цветовой гамме. По данным Банка России, логотип будет добавлен в банковские мобильные приложения, с помощью которых пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями. Часть банков уже подключилась к этой платформе. На этапе тестирования предлагается открытие цифровых кошельков, выпуск цифровых рублей и переводы между гражданами. На втором этапе будут тестироваться операции по оплате товаров и услуг, а также оплата за коммунальные услуги. Полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 года, уточнили в Министерстве финансов. Россияне смогут использовать свой цифровой кошелек как привычную банковскую пластиковую карту или электронный кошелек. Есть только одно отличие. Счетов в банках, как и электронных кошельков, может быть много, а цифровой вариант только один. С криптовалютой цифровой рубль на первый взгляд хоть и похож, но все-таки общего имеет мало. Заработать на нем, покупая и продавая на биржах, не получится. Также, в отличие от безналичных денег, банки не будут начислять проценты за хранение цифровых рублей. В сети обсуждают интересное устройство — бутылку для питья из луж. Авторы ролика говорят, что с помощью этого девайса можно превратить любую воду в питьевую, даже если просто набрать ее из фонтана или лужи. Уверяется, что в организм попадает только чистая и безопасная вода. Весь секрет в особой системе фильтров, которые установлены внутри. По словам производителей, их фильтры удаляют 99,9 всех вредных веществ и бактерий. На очищение уходит 45 секунд. После очистки все отходы попадают в специальный отсек. Чтобы устройство всегда оставалось в рабочей форме, после каждого использования нужно промывать саму бутылку и фильтр. Как часто нужно менять фильтр, производитель не сообщил. Но известно, что каждый стоит более 3000 рублей. При этом сама бутылка тоже удовольствие не из дешевых. Авторы изобретения оценили устройство в 160 долларов. В рублях это более чем 15 тысяч. При этом на маркетплейсах есть и более дешевые аналоги. Можно встретить и за 2000 и даже за 800 рублей. Работают ли они эффективно — неизвестно. Но и на дорогой вариант тоже отзывов от покупателей пока что нет. На этом все. Смотрите программу iNews каждый день на телеканале «Татарстан-24». И будьте в курсе всех самых интересных новостей из мира науки и высоких технологий. В студии для вас работал Максим Никитин. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!